Привет друзья! А вы довольны качеством своих зубов? Они у вас здоровеют с каждым днём или же наоборот? Вот у меня, например, до последнего времени зубами было не очень хорошо, ну и не очень плохо, средненько, скажем так, как и у всех. А почему? Собственно говоря, есть причина, и эта причина простая. Я делал всё как все, не задумываясь. Я очистил зубы чем-то, что рекламируют по телевизору, и даже не задумывался. Но после того, как я выкинул телевизор, через какое-то время я начал более осознанно подходить к жизни. Я начал читать, что попадает ко мне в рот, а на каждой упаковке, этикетке в большинстве случаев написано, из чего состоит данный состав и что входит туда. Так вот, друзья, я начал отслеживать, что я чищу-чищу зубы тем, что рекламировали мне по телевизору, вдалбливали в голову с телевизора, что ты только купи, ты только почисти, и всё, у тебя зубы будут белоснежные, ты забудешь про стоматолога, и вообще ты будешь красавчик, главное купи. Так вот, друзья, вот это всё вот просто берёте и выкидываете. Потому что на своём примере я опять-таки говорю, что я пользовался-пользовался, но пользы мне это не приносило. Я всё чаще обращался к стоматологу, я понял, окей, я потом начал пользоваться зубным порошком. Он по составу менее вреден. Я пользовался-пользовался какое-то время и опять понял, что мне опять надо идти к стоматологу. Беда. Через какое-то время я понял, а я буду вообще не чистить зубы. То есть буду чистить обычной щёткой без каких-либо зубных порошков или зубных паст. Короче, всего того, что нам стремительно насаживает в голову телевизор. И опять мне пришлось идти к стоматологу. Пришлось включать свою осознанность и разбираться в этой проблеме более детально, поскольку зубы мне ещё нужны. И они меня радуют, когда я кушаю пищу. Поэтому через какое-то время мне пришло осознание и я сделал свой зубной порошок, свой зубной состав, можно так сказать, которым пользуюсь уже продолжительное время. И очень им доволен. А, соответственно, всем тем, чем я доволен, я стараюсь делиться с людьми, чтобы они также становились более здоровее, а, соответственно, и более счастливее. Итак, я наглядно сейчас покажу свой состав для чистки зубов. И, надеюсь, вам он тоже поможет. Поехали! Поехали! Древесный уголь желательно размять на более мелкие кусочки. Следующий компонент. Нам понадобятся орехи. Орехи мы используем не целиком, а нам надо лишь скорлупа. Мы съедаем внутренности и берем лишь скорлупу. Вот такие скорлупки. Нам понадобится буквально несколько штучек. Кстати, вот в орехах вот эту внутреннюю перегородочку тоже используем. Отлично! Отлично! Две скорлупы вполне достаточно. Следующий компонент. Мы берем полынь. Тоже много не берем, а вот столько. И последний компонент. Обычная сода. Включаем газ. Берем кастрюлю. Желательно брать старую кастрюлю. Поскольку наш раствор будет оставлять на стенках желтый вот такой вот налет. Берем полстакана воды. Берем две чайные ложки полыни травы сушеной. Можно взять аптеки. Можно самому насобирать. И беру скорлупу орехов от двух орехов. Можно больше ее размолоть. Вода быстро закипит. И надо варить примерно минут 10 на медленном огне. После того, как закипит наш раствор. Прошло 10 минут. Раствор приобрел желтый золотистый цвет. Берем соду. И засыпаем наш раствор. Чайную ложку с горочкой. Выключаем. Получился вот такой раствор. Наш состав почти готов. Я беру вот такую емкость. Тут был глицерин. И вот она как раз узкая, но длинная. Видите, чуть больше, чем щетка. Очень удобно здесь брать будет. У меня уже есть такая емкость, в которой я делал раствор. Я его просто обновлю. Я беру угли. И засыпаю в емкость. Достаточно. И осталось залить наш раствор. Готово. Значит, когда я пользуюсь, я открываю крышечку и проворачиваю вот так зубную щетку. На зубной щетке получается наш раствор вместе как раз таки с углем. Чищу я этим раствором уже достаточно давно. Эффект меня просто радует. И, в общем-то, очень вам советую. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok